Меня зовут Ильнар, у меня ДЦП, занимаюсь ремонтом компьютеров и ноутбуков. Можем модернизировать ваш старый ноутбук. Своим роликом Ильнар Айтняков вдохновил многих казахстанцев. Люди начали друг другу пересылать это видео. Теперь от клиентов нет отбоя. Но вот только работать столичным бизнесменом не так просто. Тем более для людей с особыми потребностями здоровья. Чтобы попасть в офис, колясочники вынуждены спускаться на цокольный этаж по крутой лестнице. Несмотря на барьер, двойняшки открыли свое дело, где ремонтируют электронную технику. Они жалуются на то, что в Астане не могут найти доступное помещение. Подробнее расскажет Амир Саминбетов. Ильнар и Ильдар Айтняковы в бизнесе уже пятый год. За это время сменили несколько офисов. Их доход позволяет арендовать площадь только на цокольных этажах, где нет никаких условий для колясочников. Не раз обращались в Акимат, чтобы им выделили помещение на льготных условиях. Но тщетно. Бизнес был на стадии банкротства. Тогда-то и пришла идея записать ролик, где рассказали всю свою историю. В природах повредили мне шейный позвонок, сломали руку, левую ногу повредили. Мне 32 года, я женат. Жена у меня не видит по зрению инвалидов. У меня двое детей, две дочери. Абсолютно здоровые. После публикации в социальных сетях братьям пришла известность. Клиентская база выросла в три раза. Ильдар Айтняков говорит, что теперь в планах расширить бизнес, в том числе создать рабочие места для людей с инвалидностью. Обратили внимание на видео и чиновники. Ильдар с большим трудом передвигается, опираясь на трость. Ильдар вовсе не может выпрямить ноги и, одевая на руки обувь, преодолевает препятствия. Братья Айтняковы сами добираются до работы. Из-за того, что они предприниматели, им отказали в бесплатных услугах инвотакси. У вас когда-нибудь по несколько часов ноги болели, после того, как вы просто немножко пройдете. У меня это каждодневная боль. Мы готовы переехать, мы готовы переехать. Но мы готовы переехать только в ту среду, которая будет доступна именно для инвалидов. Братья Айтняковы также жалуются на то, что в Акимате отказываются ставить их в очередь на социальное жилье. Несмотря на то, что у них есть инвалидность и столичная прописка. Мы долгое время, уже почти 30 лет, стояли на очереди на квартире в Павлодаре. Мы ее так и не получили. И когда мы переезжали сюда, нам, представители Акимата в Павлодаре, нам сказали, что вас могут поставить на очередь здесь, на ту же очередь, которую вы ставили. Что происходит? Мы приезжаем сюда, нас снимают автоматически с очереди. И снимают, не предупреждая ничего. Этот момент очень несправедлив. Ильнар уже не претендует на государственное жилье. В этом году оформил ипотеку. Ильдар живет в темной квартире и все же не теряет надежду получить льготное жилье от государства. Мы написали официальный запрос в городской Акимат, чтобы понять причину, почему же Ильдару Айтнякову отказывают в очереди на жилье. В письме мы также спросили о том, получат ли братья-бизнесмены поддержку от городских властей. Ответы чиновников озвучим в следующей программе. Амир Саминбетов также, в свою очередь, обратился к волонтеру проекта «Доступный Казахстан» Гульнари Ахмолдиной, которая и защищает права людей с инвалидностью. Я связалась с вице-министром Олжа Сардоваевым, рассказала ихнюю проблему. Дело в том, что предприниматели сталкиваются с большой кучей проблем, такие как аренда здания, где есть большая недоступность. Объяснить им, что есть государственные программы, такие как получение грантов для расширения бизнеса. Пообещали изучить ситуацию внутри и полностью их проконсультировать. Мы же, в свою очередь, будем следить за историей братьев Айтняковых и надеемся, что их пример вдохновит и станет мотивацией для многих людей с инвалидностью.